бизнес-аналитики. Давайте начнем с того, какие же задачи призваны решать с BI-платформы. Обычно на некотором предприятии существует множество LTP-систем, которые помогают осуществлять ежедневные операции компании и являются неотъемлемой частью ведения бизнеса. Это могут быть системы класса ERP, CRM, системы документа оборота, электронного обмена данными и так далее. То есть множество различных систем, которые накапливают для ведения различного вида учета бизнес-данные. Для того, чтобы построить анализ по деятельности всего предприятия по различным аспектам, необходимо располагать данными, которые накапливают различные системы. Так сказать, создать единое информационное пространство, проведя данные с разных систем к единому знаменателю, чтобы мы могли их сопоставить и провести единый анализ. Поэтому первой задачей биосистемы является создание единого хранилища всех данных, необходимых для анализа. Второй задачей можно выделить собственное обеспечение постоянного доступа к тем самым актуальным данным, согласно правам доступа пользователя, который к ним обращается. Данные загрузили с различных систем, положили в единое хранилище. Получили массив строк фактов транзакционных данных в довольно-таки большой величины. И для того, чтобы по нему сделать некие аналитические выводы, эти данные необходимо реорганизовать, например, провести группировку, агрегацию, возможно, фильтрацию, сортировку и т.д. То есть собрать некий аналитический отчет. Ручной сбор такого отчета не исключает человеческого фактора и требует ежедневных рутинных трудозатрат на сбор сводной отчетности. Поэтому можно выделить еще две задачи. Минимизация влияния человеческого фактора на корректность данных и снижение трудозатрат на сбор таковой отчетности. Так как анализ должен быть вариативным, то также необходимо предоставить возможность формирования произвольных аналитических срезов данных, что выделим еще одной задачей, а также построение современной визуализации, графиков, которые бы отражали динамику и закономерности в данных. Таким образом, получили следующие задачи. Теперь давайте перейдем к тому, как же это работает. Представим, что есть некое предприятие, у которого есть множество источников данных. Платформа позволяет эти данные извлечь, обработать, сохранить в некое единое хранилище данных, после чего построить на этом некую аналитику, которую можем представить в виде отчетов, либо визуализации с графиками, либо динамических таблиц. Можем результаты анализа передается в другие системы для дальнейшей обработки, либо результаты нашего анализа в виде отчетов, визуализации динамических таблиц предоставить для открытия, например, на портале, либо в мобильном приложении, но и непосредственно открыть в самой системе. Какие же инструменты для этого существуют в системе? Слой релизионного хранилища данных, собственно, для создания того самого единого хранилища, о котором было уже неоднократно сегодня сказано. Далее, для обработки, забора и загрузки данных это сервис интеграции данных, наш ETL-инструмент. Для того, чтобы данные подготовить к последующему многомерному анализу, необходим инструмент определения многомерной модели данных, в данном случае слой ДВХ, ну и дальше уже сами инструменты анализа, это формы вывода, инструмент анализа плоских данных, ALAB, инструмент многомерных данных, дашборды, это визуализация бизнес-индикаторов, и привычном понимании отчеты, те самые регламентные отчеты, которые всем нам знакомы. Теперь давайте перейдем непосредственно к саму систему и посмотрим на объекты внутри нее. Приложение представляет собой одностраничное веб-приложение. Независимо от того, какие вкладочки внутри приложения открыты, которые будут отображаться у нас на нижней панели, у нас всегда отображается главное меню системы, которое настраивается администратором системы. Нас интересуют бизнес-объекты, именно с них мы и начнем. Бизнес-объекты – это те объекты, с помощью которых реализуется в системе слой реляционного хранилища. В бизнес-объектах мы определяем непосредственно структуру таблиц, в которых мы будем хранить данные. Здесь у нас есть возможность создавать разные поля, определить для них код, наименование, тип значения, а также различные параметры. Например, указать, что это расчетное поле, и, к примеру, задать формулу для расчета этого поля с помощью блока либо с помощью альтернативного текстового редактора. А также можно задать разные настройки поля, такие как скрывать по условию надпись пустого поля, маска, условия валидации, условное значение по умолчанию и так далее. После того, как объект у нас создан, мы можем посмотреть данные непосредственно в нем и уже добавлять в эту табличку строки фактов. Для проектирования многомерной модели данных необходимо перейти в раздел «Аналитическое хранилище данных». Здесь определяются источники данных. Внутри каждого источника есть общие размерности, в рамках которой мы определяем иерархию, которая есть в этой размерности, а также уровни. Их может быть несколько. Хороший пример – это временная размерность. Иерархии может быть несколько. Например, в рамках одного и того же анализа нам может пригодиться иерархия год-месяц-день, а может пригодиться иерархия год-полугодие-квартал-месяц-день, например, также. Таким образом, две иерархии, временная размерность одна. Соответственно, у двух этих иерархий будет свое количество уровней внутри нее. Таким образом, здесь определяется иерархия. Далее определяются кубы. В кубе мы определяем связь с размерностями, по которым мы данные этого куба будем анализировать. Это могут быть общие размерности, тогда мы определяем связь, либо локальные размерности, тогда размерность создается непосредственно в кубе. И также определяем меру, то есть то, что мы будем считать, и тип агрегации значений, как именно мы будем считать агрегаты. Слой многомерного хранилища, он логический. Данные здесь повторно мы не храним. Данные у нас продолжают храниться в реляционном хранилище данных. Так сказать, это некая обертка, которая определяет правила того, как при многомерном анализе данных мы к этим данным обращаемся. Поэтому при создании и общих размерностей, и кубов мы выбираем хранилище, то есть ту плоскую табличку, тот бизнес-объект, в котором эти данные непосредственно хранятся. Также есть возможность создания виртуальных кубов в том случае, если нам необходимо объединить данные нескольких кубов. Обязательным условием здесь является наличие хотя бы одной общей размерности. Инструмент, с помощью которого мы данные загружаем, обрабатываем, это у нас ETL. Выглядит он следующим образом. Здесь мы определяем набор блоков, с помощью которых мы будем эти данные обрабатывать. Определяем последовательность, связывая блоки между собой. Для каждого блока мы задаем свои параметры. Например, в блоке калькулятор это может быть определение формулы, как в данном случае. Либо мы можем прочитать, например, некие данные из файла. Тогда мы задаем, из какого именно файла мы будем читать. Давайте посмотрим, какие блоки здесь у нас есть. Все блоки сгруппированы по группам, в зависимости от того, какую функцию они выполняют. Если говорить про то, какие данные возможно забирать с помощью ETL, это может быть SQL-запрос к любой революционной базе данных, это может быть запрос к 1С, можем читать файлы на диске, которые или из базы, чтение потока по HTTP, с FTP сервера. Если мы говорим про форматы, здесь также у нас представлены CSV, DBF, Excel, JSON, MDM, XML. По обработке также большое количество блоков, которые позволяют данные джойнить, допустим, накапливать, округлять, трансформировать и так далее. Редактор калькулятора позволяет нам формулу создавать с помощью редактора Blockly, который мы уже видели ранее в бизнес-объектах. Здесь также можно создавать условия из блоков, либо перейти в альтернативный текстовый редактор. И здесь также, пользуясь подсказками по функциям, составлять необходимые условия. После того, как данные загружены, многомерная модель построена, можем перейти уже непосредственно к самому анализу. Если мы говорим про анализ плоских данных, это у нас может быть формы. Могут быть формы. Что здесь возможно? Форма представляет собой стандартную табличку. Здесь мы можем данные отфильтровать. Давайте, например, ставим фильмы только с 2015 года по 2020. В зависимости от типа поля, соответственно, разные редакторы. Для числовых полей мы можем определить тип агрегации на столбце. Например, рейтинги на поиск. Давайте выведем среднее значение. Он может быть результат как общий по группам, как общий, так и по группам. Например, вот так. Чтобы увидеть, что же такое результат по группам, предлагаю сгруппировать данные, например, по жанру или по стране. В данном случае по стране будет просмотреть интереснее. сгруппируем по странам. Соответственно, можно увидеть, какой средний рейтинг у нас будет по каждой стране. Южная Корея у нас в данном случае 8,08, например. Далее, перейдем в также формах возможно создать, например, условное форматирование. Например, выделить данные одного столбца или нескольких столбцов в зависимости от некоторого условия. Если говорить про отчеты, то редактор отчетов представляет собой экселеподобную рабочую область, куда возможно добавлять разные источники данных. Источниками данных для отчетов могут выступать АЛАП-представление, реестр, если мы говорим про бизнес-объект. Также в отчете может быть несколько страниц. Давайте добавим источник АЛАП и заодно посмотрим, как выглядит создание и редактирование АЛАП-представления. Редактор создания АЛАП-представления выглядит следующим образом. АЛАП-представление может использоваться как отдельный инструмент, так и как источник, например, в отчете, что мы делаем сейчас, либо как источник в дашборде. Представляет из собой редактор следующую рабочую область. Здесь в левой части мы выбираем куб, данные по которому мы хотим анализировать. Когда мы выбрали куб, у нас подгружается его структура. Далее, для того, чтобы увидеть собственное представление, нам необходимо определить, какие срезы мы хотим видеть. Для этого нам нужно положить соответствующие элементы в нужную нам ячейку. Здесь есть строки, ось строк, ось столбцов, ось значений и ось фильтров. Строки, столбцы, здесь мы кладем иерархии, в разрезе которых мы хотим видеть значения. Значения непосредственно это те меры, которые есть в кубе, либо которые создаются непосредственно в алла-представлении. Фильтры это те глобальные фильтры, которые создаются в алла-представлении и работают для всех данных, которые вала представления отображаются. Давайте посмотрим, допустим, фильмы. Мы сейчас видим все фильмы и количество идут по единичке. Наверное, будет интереснее посмотреть следующим образом. Можем определить жанры в разрезе фильмов и уберем пустые ячейки. Либо можем какой-нибудь из элементов расположить на оси столбцов. Также вала представления возможно создавать переменные для, например, расчета неких показателей. Допустим, нам нужно некое изменяемое значение. Также можно создавать расчетные элементы. Расчетные элементы формулы по ним прописываются с помощью языка MDX. Здесь можно обратиться к элементам куба, которые в нем хранятся. Либо вызвать формулу с помощью горячих клавиш. Стандартно табличное представление у нас при открытии лап-представления можно перейти в альтернативную диаграмму, к примеру. Для каждой иерархии можно определить свои настройки. Например, определить, какие элементы будут отображаться. Если есть атрибуты, то вывести их в отображение, задать, например, фильтры. Ну, предположим, нам достаточно следующего источника. Мы его сохраняем. И он у нас здесь есть как источник данных. Здесь также можно задавать текст, задавать формат для этого текста, некие Excel-подобные формулы. Результат отчета можно увидеть в предпросмотре непосредственно здесь, либо выгрузить в Excel-файл, например, экспорт в Excel. Тогда происходит выгрузка на ПК. Далее, если перейти к аналитическим панелям, то результат аналитической панели может выглядеть следующим образом. Это у нас некий набор виджетов, которые могут быть, например, связаны между собой некоторыми событиями, которые задаются в представлении. Давайте перейдем теперь к самому редактору аналитической панели. Здесь у нас рабочая область, на которую мы как раз-таки будем определять элементы, которые будут отображаться у нас в аналитической панели. Можно добавить источники данных. Здесь иерархия АЛАП. Это используется обычно для виджетов навигации. Реестр. Это бизнес-объект плоский. И АЛАП. Мы которые уже ранее посмотрели. Например, возьмем сейчас года. Можно создать новое АЛАП представление, можно выбрать уже существующее. Далее, после того, как источник данных мы создали, нужно выбрать элемент, с помощью которого мы будем этот источник данных визуализировать. Путем переноса в рабочую область мы его закидываем и закидываем источник данных, который будет там отображаться. Далее можно настроить цветовую схему для данного виджета. Можем определить как раз-таки события, которые будут выполняться при том или ином случае. События также создаются с помощью редактора Блокли. Раздел Администрирование включает в себя главным образом, наверное, настройку главного меню системы. Где мы определяем, какие пункты меню в главном меню системы у нас будут и какие действия будут выполняться при нажатии на ту или иную кнопку. Также здесь настраивается непосредственно настройка безопасности по объектам системы и по данным, которые хранятся в системе. И также здесь возможен функционал экспорта-импорта объектов между разными системами, если требуется их перенос. На этом обзорное видео по платформе Alphabi мы заканчиваем. По отдельным модулям системы будем рассматривать в дальнейшем. Продолжение следует... Продолжение следует...